алло алло добрый день артур я правильно понимаю да правильно вы понимаете да замечательно я представлюсь меня зовут владислав я являюсь специалистом консалкинг компании от м групп скажите вам не хорошо слышно ну да хорошо слышно да замечательно артур вы оставляли свои контактные данные на сайте как-то раз по поводу заявочки на бесплатный курс инвестирования припоминаете капитал раш анта кажется припоминаю да кажется припоминаю такое замечательно скажите артур вы раньше работал ли в сфере инвестирования может там криптовалютами занимались для себя нет для меня это если честно темный лес темный лес ну я так понял вы где-то услышали об этом решили для себя попробовать правильно ну да я услышал что что инвестирование позволит мне сохранять и даже может быть приумножать капитал ну конечно плюс этой ведет к финансовой грамотности увеличивает вашу финансовую грамотность это во-первых вы научитесь более упорядоченно распоряжаться своими средствами это во-первых и во-вторых это даст какую-никакую а финансовую независимость артур вот сколько вам лет вообще 44 44 серьезно по голосу лет 25 25 спасибо да хорошо но я такой вы ничего ничего не знаете об этой сфере да ну может что-то я не знаю просто но я не знаю я вас понял я сейчас немножко вам расскажу о самой сфере и о возможностях которые она предоставляет смотрите вы ведь заметили что наш мир все более и более уходит сейчас в онлайн большинство нашей жизни просто приходит в интернет это невозможно не заметить ну вот банально лет 10 назад вы не использовали никакие мессенджеры типа телеграма вайбера а сейчас это просто неотъемлемая часть вашей жизни вы используете это повседневно правильно насчет телеграма у этого насчет вот этих соцсетей мы все-таки наверное уверен что вы говорите я не уверен насчет того что вы сказали про использование соцсетей я в принципе образно говорю смотрите вы же используете допустим те же онлайн банки на но я использую обычные банки данные меня к ним есть доступ через интернет на это правда ну вот видите и это сейчас очень удобно в том плане что вам не нужно стоять в очередях в банке чтобы банально оплатить свои коммунальные услуги но это правда что правда только говорится правда вот раньше вам просто приходилось стоять в очереди да чтобы оплатить коммунальные услуги лиги совершить титры покупки сейчас вы можете это делать дома грубо говоря дивана так вот я сейчас веду к тому что большую часть мировой экономики перешла в онлайн вместе с ферме которые туда переходят понимаете о чем я говорю да так вот и я вам приведу сейчас простой банальный пример это событие которое охватило всю нашу планету вот буквально недавно это глобальная пандемия да чем вы вообще занимались на этом вынужденном карантине все сидели дома на домашнем обучении или удаленной работе но я тоже сидел дома вот и проводил много времени с моими карликами карликами ну да это увлечение но я снимал с ними постановочные ролики ставил спектакли тоже домашние то есть было очень много часов потрачено как мне кажется не зря как это вы говорите о детях сидят нет я говорю о карликах детей меня я богу нет почему так слава богу ну а зачем мне не до карлики какие-то я я вас понял но и снимали ролики куда-то на youtube нет не на youtube а для скажем так очень узкого круга лиц среди в котором я хорошо известен ничего себе но наверняка вы заметили во время вот этой пандемии число активных пользователей на различных платформах на том же ю тубе я я не знаю куда вы конечно снимали видео но у вас там тоже должна увеличиться аудитория правильно но в данном случае аудитории у меня осталась неизменной потому что это очень закрытый круг но в целом активности было больше это трудно не заметить я вас понял но смотрите активности было больше как вы говорите и это не могло не сказаться на доходах компании даже но я думаю даже у вас выросли доходы так говорить да нет меня доходы к сожалению вообще отсутствует у меня есть только оттуда капитал который к сожалению имеет свойство мной разточаться и проедаться давайте лучше какой-нибудь другой пример но я просто хочу сказать о том что большинство компаний которые ушли в интернет то есть банально слышали о компании компании как зум да конечно слышал да конечно я да конечно его это же ну конференция пользователь зум да это правда да замечательно а скажите до карантина до пандемии этой вы использовали эту программу я даже не знал что она существует даже не знали что она существует да я вам скажу как и большинство людей как и большинство людей до пандемии просто не знали о существовании программы но когда все школы университеты государственные учреждения которые могли перейти на удаленную работу все просто поголовно переходили в эту программу и и вот я сейчас вам немножко расскажу о цифрах смотрите акции компании зум летом 2020 года стоили около 60 долларов за одну единицу так вот уже в конце августа и начале сентября акции этой компании поднялись до 400 долларов за единицу ой надо было покупать надо было мне покупать если бы я только знал то есть видите если бы вы знали если бы вам кто-то сказал об этом то естественно вы купили акции этой компании банально вот если посчитать вкладывая тысячу долларов в акции этой компании вы бы получили 6000 чистой прибыли и это уже не справить как говорит надо жить дальше ну естественно нужно жить дальше это только одна из возможностей возможности лежала просто перед вами на глазах банально из из таких же примеров могу вам рассказать про bitcoin до слышали про это валюта я что-то про него слышал услышали а вы вы знали что вы знали что уже в 2017 году он стоил всего 500 долларов я не следил я за его вы не следили к не следил нет нет я просто знаю что когда-то на него еще покупали пиццу да 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 был случай когда на bitcoin покупали пиццу это если не ошибаюсь 2010 по моему год в америке был случай когда пиццу купили за 10 тысяч биткоинов ну то есть представьте сумму 10 тысяч биткоинов сейчас сейчас это просто астрономические цифры да но и если подумать сколько это было в марте этого года слышали что bitcoin поднялся до 60 да ну как я я вот говорю просто что слышал вот и по по телевизору вот что илон маска закупил доллар вот этот биткоин по моему на миллион или по моему на миллион даже закупил биткойны и курс резко подскочил а потом потом через какое-то время илон маск снова их продал под знаете под тем предлогом что там они же про и когда их производят не очень экологичное производство я не вдавался в подробности как им выброс углекислого газа там сжигание топлива и поэтому он решил ну ну не совсем так и я вам скажу что ион маск вкладывал не миллион долларов а полтора миллиарда полтора миллиарда для меня скромного скажем режиссера это просто что-то невообразимое я просто такими категориями даже мыслить не могу ну я я я я прекрасно понимаю но такой человек как иван маска очень сильно влияет на экономику вы слышали видео его компании тесла да и тесла и spacex да я слышал да вот фантастика я просто не могу представить что это происходит в реальном мире в котором живу я и мои карлики и в этом же мире происходит то что делает илон маск для меня это совершенно несопоставимые меры так вот был случай с компанией тесла когда акции этой компании обвалились только из-за одного цвета илона маска а где он накурился да нет нет я накурился это отдельная история я сейчас говорил от там был какой-то пост кажется вообще об аниме и в конечном итоге акции компании тесла обвалились но если можно было правильно проанализировать ситуации то есть люди которые в этом разбираются знали как на этом можно заработать банально ли если акции компании падают на этом можно зарабатывать я сейчас говорю о том что зарабатывать не только на том что акции выросли но мог и на том что они упали наверняка слышали об этом да но это как типа как ставки получается да на спор то есть можно поставить не только на выигрыш но и на проигрыш ну да это называется контракт и на разницу цен контракт на тоже вы да смотрите по сути да да то есть грубо говоря еще вам рассказывал о том что если вы могли знать о событиях которые происходят в мире и как они повлияют на дальнейшие экономические ситуации различных компаниях то есть поднимутся акции упадут что с ними случится смотрите вот банальность у вас телефон ведь есть да я же каким-то образом с вами разговариваю ну вот я я говорю о том что android или айфон научились по карликам еще не не научились передавать голосовые сообщения вот когда научатся то я буду разговаривать с вами через карлика а пока что через телефон а в смысле не научились говоришь карлику сообщения сажаешь его на автобус он едет и передает сообщение все же просто очень неэффективно очень ну да согласен да и карлика жалко туда-сюда его мотать беднягу насчет телефона да конечно у вас вас android или айфон этот android 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 но вы наверняка слышали о такой вот такой компании как apple да конечно слышу только глупой как вы думаете что случается с акциями этой компании когда выходит новый айфон но это наверное зависит от презентации насколько она успешно прошла насколько инвесторы в восторге от новый нового продукта вы абсолютно правы но я скажу я скажу вам такое что цена в любом случае возрастет в любом случае она вырастет на цена на новый айфон естественно возрастет нет не цена на новый айфон от цена на акции этой компании то есть от успешности да вот успешности презентации от того как на это отреагируют инвесторы это только на том как сильно она вырастет но я прошу про на поднялись ли они вот возьмут но если их этот стив пау стив джокс умер а кто у них сейчас главный возник а до стив возник да если он обкурится так вот так же обкурится набухается и придет с торчащим шприцем героина в одном месте извините и если он но просто на сцене на дело сделает там какашку вы думаете что тогда тоже акции вырастут смотрите возможно нет но возможно люди могут воспринять это как перформанс и это как том анекдоте чем отличается перформанс от инсталляции да да то есть и грубо говоря но точно сказать невозможно что как на это отреагирует опять он он гений он гений и он своим перформансом показал порочность общества конечно но могут быть различные ситуации я сейчас ввиду о том что если вы узнали как повернется общественность как можно будет этого обернуть пользу для себя вы бы естественно этим воспользовались так как компанией зум вы же мне говорили надо было покупать правильно ну конечно да я все таки хоть немного но что-то я но просто ну ну хоть немножко то я наверно может быть могу сообразить что-то вот ну когда стоит покупать просто я не знаю как себя поведет цена акции вдруг выступление воля понравится перформанс его другу всем понравится акции все равно упадут вот именно для этого и существует аналитика именно для этого и существует аналитика наша консалтинговая компания помогает вам подобрать именно ту компанию которая поможет вам разобраться поможет вам обучиться всему как можно зарабатывать на тех или иных ситуациях но это было бы очень хорошо если бы если бы я мог понять какой-то принцип по которым движется экономика меняется стоимость акций это было бы просто сделала бы меня сказочно богатым ну естественно смотрите вот сколько вы сейчас зарабатывать кого доход в месяц я я сейчас не зарабатываю я только трачу то есть вообще вообще нет дохода получается что да ну тогда вам тем более нужно задуматься на над своим будущем надо потому что капитал просто чая и и расточает нужны ку вложить конечно и это нужно сделать правильно скажите вы слышали что-то об айпио ну может что ты слышал сейчас не вспомнил это это что-то но с этими с акциями связано да да это первичное размещение акций а как премьера получается да когда компания первый раз только выходит на рынок то есть она переходит из состояния закрытого акционерного общества я не открыть на рынке получается да 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 это именно я просто да это именно ну я понимаю да смотрите вот слышали о сети магазина таких красные и белые конечно у меня даже есть их карточка постоянного покупателя ну вот так вот эта компания тоже сейчас собирается выходить на айпио конечно да ты еще не анонсировали ничего не анонсировали но такая возможность есть и то есть компания собирается расширяться ну возможно у вас есть банально минут 20-30 свободного времени и стабильный доступ к интернету конечно 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 хорошо вы пользуетесь каким-то мессенджерами чтобы я мог вам более наглядно все показать можно попробовать вот ватсап попробовать ватсап да ватсап хорошо давайте сейчас вас добавлю ватсап поэтому же номер да да поэтому и мы с вами вместе посмотрим как вы можете зарабатывать и на чем более уже подробно чтобы это не были просто мои пустые слова мы с вами посмотрим почитаем вы почитаете и уже помогу вам с тем как это можно делать куда еще может расширяться красные белые если они уже на каждой улице открыли свой магазинчик а куда куда еще а вы слышали о том что собирается разрешить торговлю алкоголем через интернет разве она была запрещена ну строго говоря да то есть такие компании не могли продавать алкоголь через интернет нужно получать специальное разрешение вот у красного и белого такого не было мы могли сформировать конечно какой-то заказ через интернет и получить его в магазине но тоже другое можно довольно таки сложно реализм хорошо давайте сейчас я добавлю вас ватсап и вам наберу еще раз хорошо это можно хоть сейчас ну да я же говорю я сейчас добавлю вас и наберу я просто чтобы вам долго не искать интернете был вам отправлять прямые ссылки а может быть вы мне просто продиктуете потому что я по ссылкам немного опасаюсь ходить а пожалуйста можем сделать и так для начала я хочу вам показать вообще что что происходило в мире как вы могли на этом заработать вы сейчас за компьютером да да я сейчас перед компьютером тогда сейчас просто введите поиски инвестинг просто инвестинг неважно да в гугле я ругает что говорите ругает сайта меня что ты а что такое он пишет как будто бы я использую этот блокировщик рекламы хотя его не использую кого блокировщик рекламы странно но сейчас уже на сайте да да но я не могу ничего тут посмотрел попробую перезагрузить страницу я лучше попробую другой браузер так смысл перезагружать если у меня все то же самое давайте по полонку типа нормально нормально зашли на инвестинга теперь просто видите поиск поиск на самом инвестинге поиск до поиска да просто напишите в нем яндекс яндекс нв это он тут есть с американским флагом и есть российским флагом смотрите это nasdaq и московская биржа это разные биржи в принципе выбирайте что вам проще скажите мне только что вы такой биржу я не знаю какую мне биржу выбирать я же не очень чтобы в этом не ближе москва наверно хорошо сейчас вас видите цена на этой компании то есть ну да она меняется да 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 видите что цена 5000 55.168 но она меняется когда сколько вот если вы опуститесь вниз там будет график до графика и сейчас просто включите график за месяц видите там верху графика есть 1 5 15 30 1 h 5 h 1 да выбирайте самое последнее где 1м 1M, да, Максим. Видите, да, график сейчас? Владислав, Владислав. И вы видите, какой был резкий скачок на графике? Очень резкий. То есть, грубо говоря, акции стоили 2 800 и резко поднялись до 5. Ну да, очень резко поднялись. Да, это было банально на протяжении 3 месяца, то есть за 3 месяца акции выросли почти в 2 раза. Я же не знал, что так будет, я же не мог бы рассказать. Да, вы не могли, но это просто, я говорю о том, что это происходило вокруг вас. Вы понимаете, почему так произошло? Смотрите, то есть вы же знаете об этой компании, у компании Яндекс, и что она предоставляет при услуге, да? Это поисковик. На самом деле нет. Смотрите, если вы посмотрите на график, то увидите, какие числа это были. То есть это 1 05 2020. Вот я говорю о точке резкого скачка, с которой начался этот скачок. Смотрите, это все можно соединить с тем, с началом карантина, когда ввели карантин и когда все люди сидели дома. Вы ведь понимаете, что Яндекс это, ну грубо говоря, IT-компания. Да, 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 и в основном она производит различные продукты. Банально, люди сидели дома, выходить нельзя было, Яндекс.Доставка. То есть банально заказывали продукты, начал выпустить Яндекс.Доставку. Нет, Яндекс.Доставка на самом деле была уже давно, то есть как Яндекс.Покси. Новый продукт они выпустили недавно, это Яндекс.Квартира. Может, слышали об этом? Яндекс.Квартира, Яндекс.Квартира. Нет, честно говоря, я не слышал об этом. Ну то есть, грубо говоря, сейчас вы в крупных городах России сможете снять квартиру без риэлтора, просто используя эту функцию Яндекса. И что же, меня не встретит никакой человек, получается, в массовом, например. В каком плане? Ну мне же кто-то должен дать ключи, наверное, чтобы я в эту квартиру зашел. Ну да, естественно, я... Вы забираете ключи уже непосредственно у хозяина квартиры. Я говорю, что... Хозяина квартиры, а, понятно. Да, грубо говоря, риэлторы мне нужны. Да, вот эти посредники. То есть, вы оформляете все онлайн. Вы можете оплатить эту квартиру онлайн через Яндекс, банально даже через Яндекс.Деньги. Ну хорошо, да. Могу... И то есть... Что вы говорите? Могу квартиру онлайн снять. Да, это хорошо. Да, и это не могло не сказаться. То есть, вы видите, сейчас уже более-менее улеглась вся эта шумиха с карантином. Да, уже более посвободнее стало. Но все равно, видите, что акции Яндекса остались на прежнем месте. То есть, да, они скачут, меняется курс, но он держит там в пределах тысячи рублей. Но он же еще так не скакнет так же сильно в ближайшее время. А вот это уже сложно сказать, потому что мы не знаем, что будет дальше, как дальше будет складываться ситуация. Банально, на это много что влияет. Он же нет фрустального шара. Да, этого нет, но... Смотрите, мы можем все прогнозировать по ближайшим новостям. То есть, новости, которые выходят сейчас в мире. Банально... Банально, компания «Газпром» наверняка слышали об этой компании, да? Конечно, слышу. А вы слышали о «Северном потоке-2»? Да, что-то слышал о нем, да. Да, то есть, как вы думаете, как это повлияет на эту компанию? Естественно, мощности увеличится. Да. Это увеличит мощности этой компании, это увеличит капитализацию этой компании. И это не может не сказаться на стоимость ее акций. Если вы сейчас в поиске инвестинга, наберете «Газпром»? Ну, просто... «Газпром»... Так, «Газпром» по «О»... Ну, да, они немножко тут падают, надеюсь, что... Да, они немножко падают, но сейчас все равно тенденция идет сверху. То есть, банально... О, скачок. По сравнению с даже зимой этого года, то... Да, почти в два раза подскачил. Да, сейчас есть немножко просадка, но просадка здесь банально на чуть больше 20 рублей. В глобальном плане это... Может быть, тогда подождать, когда он вообще опустит, чтобы купить его подешевле, а потом, может, снова скатнет. Естественно, смотрите. Сколько себя... «Газпром» все по телевизору рекланировали национальное состояние. То есть... Живучий. Ну, конечно. Смотрите. У вас есть машина? Ну, да. Машина. А, какой марк? Какой марк? Какой марк? Марк. 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 Честно говоря, я не знаю. Это как? Ну, потому что... Как бы я и управляю, не интересовался, но не просто... То есть у вас машина просто стоит в гараже? Нет, она не ехит, только я как в качестве пассажира. Угу. Я за ними. У вас свой водитель? Да. Ну, смотрите. О машинах я заговорил не случайно. Сейчас, вот тоже недавно было в мире такое событие. Первый раз машина совершила перелет между двумя саурадскими градальми. Слышали об этом? Какой перелет? Ничего-то я не очень понял, что это. Машина. Полетела. То есть машина гибрид, которая может летать, у нее выдвигаются специально для этого крылья. Ну, как говорят, машина птица гордая. Птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. Ну, да. Так вот. Честно говоря. Честно говоря. Что? Этого я, честно говоря, не слышал. Ну, вот, да, было... Через реку переправляло. Ну, это было уже давно, то есть. А сейчас, вот, машина совершила перелет между двумя саурадскими городами, и машину делали конструкторы Audi и Volkswagen, а двигатель этой машины был от компании BMW. И как вы думаете, как это повлияет на саму компанию BMW, если такие машины поступят в серийное производство? Ну, я не знаю, насколько вообще рентабельно летающие машины достать. Честно говоря, я не знаю. Вы считаете, это серийное такое? Да, компания, которая именно делала эту машину, собирается занять нишу в рынке воздушных такси. Тогда в воздухе начнутся пробки. Что вы говорите? Тогда в воздухе начнутся пробки. Очень вряд ли. И нужно будет переход для птичек сделать в воздухе, знаки ставить в воздухе, чтобы птичек можно было пропустить, чтобы они пролетели косяком. Так вот. Это, естественно, не может мне сказаться на самой компании BMW. Согласен, кстати, да? Я полностью согласен. Смотрите, вот вы сейчас рассмотрели для себя различные варианты. Вот скажите, чем бы вы хотели заниматься? Покупать недооцененные акции и ждать, когда они встретятся в небес. Наверное, так. Недооцененные акции? Недооцененные, да. То есть вы бы хотели заниматься чем-то новым, да? Смотрите, вот. А как мне еще раз? Вообще-то я бы хотел для начала как-то сохранить мой капитал. Вот что я бы хотел сделать для начала. Потому что я не очень хочу все потерять просто. Но мы сейчас с вами не говорим о потерях. Конечно, мы потери не рассматриваем. Ну, конечно. Смотрите, да, вы должны понимать, что все-таки все равно риски присутствуют. Но вы знаете, что такое деферсификация? То есть, грубо говоря, мы перекрываем расходы прибылью. То есть, поэтому нужно инвестировать не в один актив, а в несколько. Ну, я кажется, понимаю, наверное. Наверное, понимаю. Смотрите, но если вы сейчас действительно хотите приумножить свой капитал, то отличным вариантом для вас будет именно IPO. IPO. То есть, мне надо смотреть, какие акции, какие компании еще не дебютировали и что ждать их дебютировали. Смотрите, это уже задача нашей компании помочь вам с выбором IPO, в которые лучше всего инвестировать. Потому что наша компания занимается не всеми подряд. Банально, вот из недавних вы слышали ничего о компании DeLocal, правильно? Я и сейчас вот от того, как вы сказали, про нее ничего не слышу. Ну, смотрите, банально, эта компания выходила на рынок со стоимостью акций, оценочной стоимостью акций в 9 долларов. То есть, когда компания только выходит на IPO, у нее уже есть фиксированная цена акций. То есть, грубо говоря, эта компания стоила, уже на момент выхода стоила бы 9 долларов. Компании? По предзаказу. Ну, акции компании. Одна акция. Да. И это оценочная стоимость, то есть, эта компания не вышла бы с меньшей ценой. По предзаказам эти акции можно было взять, грубо говоря, в 2 раза дешевле. То есть, это не когда вы покупаете акции в момент выхода на рынок, а еще до этого берете их по предзаказу. Но все дело... Стоит меньше 4 долларов, Газпром стоит, получается. Нет, смотрите, Газпром, это компания, которая на рынке уже давно... То есть, они так упали резко. То есть, грубо говоря, вы сейчас смотрите на акции Газпрома, да? Да, например. Ну да, вы видите, что эта компания начала продаваться с 2011 года. Тут есть сведения даже раньше, ну, не важно. Так вот. Конечно. А компания DeLocal выходила вот буквально пару недель назад, может, месяц. Я уже точно назад и не помню. И при выходе оценочная стоимость была 9, но уже банально через неделю она поднялась до 35. Это неплохо, только я об этом не знал. Да, вы об этом не знали, но наше компания помогало людям. Да. Вы заработали на этом. Да, 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 да. Здравствуйте, здравствуйте. Да, да, здравствуйте, здравствуйте. Именно я? Ну да. Ну я не их налог. Честно говоря, не так много, всего десятка. на самом деле можно было заработать намного больше но я же говорю но опять-таки да кто же знал что она такая они бы вообще пропали нет понимаете в чем дело существуют определенные лимиты для физических юридических акций лица сколько акций можно купить грубо говоря есть какой-то минимальный порог вхождения то есть компания девоков это было тысячи акций что вы говорите пускай будет так просто вот вы говорите а я немножечко боюсь и можно мне купить чтобы получать смотрите если вы хотите получать дивиденды то да но это не лучший вариант получения прибыли с акций потому что все дело в том что не самый доходный просто нет вся вся проблема в том что компания которая выпускает эти акции сама решает выплачивать дивиденды или нет возможно ну так так и есть потому что нет нет никакого фиксировано типа раз в год стабильная компания будет выплачивать дивиденды нет решает выплачивать или нет которые выплачивают много десятков лет дивиденды своим инвесторам есть же такие компании есть но я же говорю не вне ваша компания не примет решение не выплачивать не факт что вот то есть вы мне сказали купить вырастет в цене именно для для этого я говорю существа тика то есть вы будете работать непосредственно с аналитиком который вам будет помогать с этим и смотрите и с определением компании которые лучше инвестировать и смотрите если вы хотите не только сохранить но и приумножить свой капитал то не хорошее решение для вас это инвестиционный фонд которым вы будете заниматься торговлей на инвестиционных портфелях то есть вы составляете свой смотрите вы составляете свой инвестиционный фонд я знаю есть благотворительный фонд куда деньги собирают на помощь например больным карликам да если говорить об этом просто и в двух словах то вот в отличие от благотворительного фонда в инвестиционных фондах деньги собирают не для благотворительности а для их приумножения то есть много людей которые инвестируют туда получают проценты от своих инвестиций естественно то есть они приумножают свои инвестиции причем того что людей все больше и больше чем больше детям можно будет заработать большее количество будет у этого фонда это это как ммм что ли получается нет это вообще не похоже на ммм потому что это это не пирамида вам не нужно приглашать никаких друзей вам не нужно ничего этим компания занимается сама то есть привлечением инвестора компания занимается сама и и я говорю о том что что а инвесторы же закончится почему вы так решили ну потому что количество людей на нашей планете все таки наверное ограничено ну естественно ограничено но вы представляете какое количество людей вообще занимается инвестициями честно говоря не представляю смотрите если мы берем в россии страны снг то это всего 10 процентов людей которые вообще занимаются инвестициями и эта цифра говорит о людях которые вообще имели какое-либо отношение к инвестициям банально занимались криптовалютами а сейчас криптовалютами занимается очень много людей и делают это абсолютно бесконтрольно а зачем вообще нужны эти криптовалюты криптовалюты да зачем они посмотрите вы ведь пользуетесь онлайн банком правильно ну предположим я обычным банком ну а бы обычным банком но у вас есть доступ к нему в онлайне но онлайн банк это например тинькофф да то есть которого нет 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 онлайн банки имею ввиду сейчас что вы можете использовать вот через интернет то есть банально личный кабинет банки онлайн но тогда до облайн банком да так вот смотрите различные транзакции которые происходят там не совсем то есть сейчас да они защищены очень хорошо и это возможно именно благодаря криптовалютам и непосредственно биткоин слышали о такой системе как блокчейн что-то может быть и слышал да они вряд ли я что-то скажу толковое по этому поводу так вот система блокчейна именно помогает защитить все транзакции от зона то есть их невозможно взломать мошенников получается да то есть банально вашими деньгами можно завладеть только в случае если вы добровольно кому-то отдадите свой логин и пароль а то есть хакер получается да хакер но не имеет доступ ну да и если вот у них не будет доступа именно к вашему логину и паролю то ничего с этим делать не смог то есть различные еще факторами верификации пароль на этаж в общем как в обычном банке туда ну только обычный банк это посмотрите вот все деньги что у вас есть на карте они у меня не поисли карту не еще и на счету есть ну вот на счету деньги на карте не важно и не кишни по сути их физически ведь не существует так каких денег которые у меня на тех или в сейфе да все это тех что все те что в сейфе естественно существуют а те что у вас на счету их физически нет но в банке же хранятся вот эти вот но я видел в кино знаете где ограбление банка там и да 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 я где золотые слитки пачки денег лежат да она на самом деле это не совсем все так и это говоря сейчас умысел получается нет банках действительно есть то есть банально вы используете банкоматы да но использую банкома до используя банкам банка хранят наличку это не вымысел то есть банально смотрите и на самом деле реальное количество физических и которые есть вот прям купюры не совпадает с количеством денег которые есть в электронном виде может и не совпадает может быть я не считал возможно так вот а различные криптовалюты были созданы для во первых децентрализации то есть ну грубо говоря они не подкреплены ничем есть конечно криптовалюты которые подкреплены вот каким-то видит видом компании но это все отдельные истории электричество там они расходы какую-то мощность ну честно вот мы с вами сейчас говорим мы тоже грубо говоря расходуем электричество ну да но деньги почему-то не зарабатываются от того что мы с вами говорим ну да денег больше в мире не становится в мире ну в принципе да у нас с вами в кошельках тоже больше от этого денег не становится ну это знаете как как посмотреть смотрите понимаете ведь что все в мире имеют причины и следствия причина соответственно если я сюда может и имеет да может и не имеет ну то есть грубо говоря если мы возьмем цепочку цепочку событий вы оставили свою заявочку на сайте я вам позвонил я сейчас вам рассказываю о том как вы сможете заработать вы сейчас воспользуетесь этой информацией и соответственно у вас станет больше денег возможно станет но не это может было бы и без электричества просто бы я мог прийти к вам в офис мы бы там также попили чай например да конечно вполне это было возможно можно и так почему нет ну просто да ну некоторые решения конечно лучше принимать на трезвую голову да вот например те же инвестиции правильно ну конечно это то решение которое принимается на трезвую голову смотрите давайте так я вам сейчас рассказал о способах заработка и о самом фонде как вы сможете с ним зарабатывать смотрите давайте сделаем так как зарабатывать мне с фондом давайте сделаем так о непосредственно уже о самом фонде вам расскажет наш старший специалист старший да ну хорошо старший так старший смотрите хорошо давайте давайте сделаем так я сейчас уточню когда он сможет вам набрать секундочку подождите буквально старший 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 значит младший специалист а здесь младший молодой парень судя по голос ну как сказать не прям сильно молодой а вы что все подслушиваете я с карли разговаривал смотрите хорошо когда вы сможете не поговорить вам нужно будет минут 30 времени доступ к интернету это у меня все есть все есть то есть вам подходит любое время доход сейчас я вас понял ну хорошо тогда ожидайте звоночка от нашего старшего специалиста он вам наберется другого номера ожидаю а как еще раз компания анти крэш крэш рашка адреналин rush at n group at n group как вы же сказали что сначала как-то по-другому было название что-то там это капитал ранит а ты как-то раши до рекламный сайт рекламный сайт да вообще-то я как бы обучение наверное инвестициям искал что вы говорите и обучение инвестиции искал я думал это тип онлайн школа какая-то смотрите обучение происходит уже непосредственно в процессе и позволяет вам уже непосредственно зарабатывать начать зарабатывать на этом хорошо да смотрите да хорошо тогда ожидайте звоночка скоро наш старший специалист вас наберет хорошо подожду хорошо давать хорошего дня до свидания алло алло дадут претенец это вводит вам мы с вами черный выйдет вы знаете когда вчера вчера утром да вчера вчера утром слав слав вы обещали меня соединить со старшим да мы пытались давать дозвониться что-то видно было со связью от него набирая сегодня у меня пропущены не отображаются на чем мы с вами вчера остановились чтобы вы хотели уже посмотреть что мы можем вам предложить правильно обучение на практике да 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 именно обучение на практике а ну вот я если я правильно помню то мы остановились на том что мне все-таки интереснее пассивный заработок пассивный заработок хорошо давайте так о каких суммах мы с вами говорим каких суммах но может быть 5-6 тысяч долларов в месяц например 5-6 тысяч долларов довольно таки большая сумма хорошо а сколько вы готовы вложить если мы говорим о 5 тысяч долларов то это насколько вы готовы вложить я вообще-то как-то не уверен что наверно много наверное может а в чем миллионов 70 я не знаю я не считал наверное это зависит от доходности то есть вы вы говорите что готовы вложить миллионов 70 ну наверно нужно много денег вложить чтобы получать хороший пассивный доход месяц ну смотрите хорошо я понимаю 5000 смотрите 5-7 тысяч да ну 5-6 да может лучше конечно больше но просто это это вполне достаточно чтобы неплохо себя чувствовать вот мои глубинки откуда вы вообще сергиев пассат ну смотрите если мы говорим о 3 ну слушайте если мы говорим о 5-7 тысяч долларов месяц то давайте с вами посчитаем у нас вы сможете зарабатывать от 3 до 15 процентов в за три дня от 3 до 15 процентов да это все зависит от того какие активы инвестировать и какой способ торговлю выбирать если мы с вами говорим о пассивном доходе да наверно так для меня будет лучше да все равно вам придется принимать извините а все равно придется принимать в этом участие и все равно придется что-то делать но конечно да покупать эти голубые фишки там голубые фишки там голубые фишки покупать еще голубые фишки ну я не знаю вы мне объясните что еще с голубые фишки ну артур я я сейчас с вами говорю серьезно вы сейчас мне за какие-то голубые фишки рассказывать а вы не взяли такое голубые фишки что это а почему я вам должен объяснять вы же эксперт оказывается разговаривал с мошенник интересное предположение каких голубых фишки поговорить о господи прости меня господи чем не провинился перед тобой который адекватный ну вот мне бы хотелось это у вас сначала спросить если вы работаете экспертом аналитиком или кем вы там себя называете и не слышали про голубые фишки я не являюсь аналитиком этого первых а кем вы вообще тогда являетесь звонючкой специалистом по работе с клиентами ну звонючкой которая ни хера не разбирается да ну то есть вы хотите сказать что вы разбираете а я разбираюсь всякое получше вас я не должен разбираться в этом это ты работаешь звонючкой звонючка картонная я понял вам можно не отвечать на мой предыдущий вопрос об адекватности я не предлагаю людям зарабатывать деньги не предлагаю никому вкладывать ничего в отличии от вас хорошо и что ну а то что вы хотя бы хоть немножко разбирайтесь куда вы деньги забираете на что да надо же на голубых фишках попались интересные вы люди я что-то там где-то услышал а вы даже думаете как будто я это сам придумал да серьезно что вы там с кем вы там совещаетесь у вас кто-то там в голубых фишках сечет нет а чё звук отключаете и тут на секунду отключился бывает нет ну то есть вы там с кем-то наверное совещаетесь там по поводу голубых фишек да нет успели загуглить хотя бы что такое голубые фишки пока мы разговаривали чтобы не забирать чтобы не быть кретином ну отлично зачем мне знать какое-то сленговое название а то есть загуглил нет я прекрасно понимаю что это какое-то сленговое название почему я должен его знать по вашему а если я скажу слово фьючи ты поймешь что оно значит какое фьючи фьючи ну вот первый раз слышишь фьючи или фьючерсы даже не видишь не понимаешь что это такое да что именно фьючи или фьючерсы или или да одно из двух понятно то есть вы хотите мне сказать что я должен знать все сленговые названия хотя бы те которые вы используете ну по крайней мере использовать в своей работе ну конечно не используйте вы же звонилкой работаете да Артур серьезно я должен в своей работе использовать сленговые названия да звонючкой работаете звонарем вам это и не нужно а мы и и это и и и и и Продолжение следует...